Да, и я хочу сказать, что у нас 11 заседание клуба про оценку. Так, мы перескочили первый десяток формально. Значит, я сразу хочу сказать, что это заседание проходит в рамках проекта поддержки развития оценки и развития оценочного мышления «Пятый элемент», и этот проект выполняет Инноцентр в партнерстве с компанией «Процесс-консалтинг», с Сибирским центром поддержки общественных инициатив, и реализуется на деньги фонда президентских грантов. Мне важно это было сказать. Последующее заседание клуба точно так же будет под этой эгидой, под этим зонтиком производиться. А когда проект закончится, ты специально предупредишь тогда, что проект закончился, а заседание продолжается. Да, да. Обязательно. Вот. Значит, ну, мы сегодня решили посвятить темой нашей встречи – это оценка замысла проекта. И я тогда передаю слово Алексею Кузьминову для того, чтобы открыть сообщение на эту встречу нашу. Спасибо. Спасибо вам. Ну, коллеги, мы, как обычно, это все будет достаточно неформально, и мы стараемся следовать нашему лозунгу «Интересные беседы в хорошей компании». Поэтому краткие несколько вступительных слов, как обычно, мы будем двигаться по вопросам, связанным с основной темой сегодняшней встречи, и в разных форматах будем эти вопросы обсуждать. Ну, первый вопрос, он заключается в следующем. Когда мы говорим об оценке замысла проекта, в чем такая вот специфика оценки замысла проекта? Ну, и тут ответы достаточно очевидны, и мы, наверное, на этом сильно даже задерживаться не будем. Дело в том, что когда мы говорим о замысле проекта, то у нас объектом оценки является то, чего еще пока нет. То есть, объектом оценки является идея. Конечно, эта идея, может быть, чаще всего она изложена на бумаге, красиво распечатана, может быть, в виде заявки даже на получение финансирования. Но, в общем, вот особенность такой оценки, конечно, в том, что она носит прогностический характер. То есть, в данном случае суждение, которое мы выносим о замысле проекта, оно всегда, можно сказать так, что можно говорить о вероятности, но нельзя с полной уверенностью говорить о чем-либо. Вот это первый момент и особенность. Теперь следующий момент. Какие подходы можно использовать при оценке замысла проекта? Ну, понятно, что самый известный и у всех на слуху – это экспертная оценка. Когда приглашаются знающие люди, им предъявляют идею проекта, которая именно является идеей, можно сказать, своего рода гипотезой. То есть, если мы что-то сделаем, должно получиться вот это, и эксперты выносят суждение. Мы об этом более развернуто поговорим. Другой вариант, который, если честно, я вот ни разу не сталкивался, применительно к проектам, которые реализует НКО, вообще говоря, конечно, при оценке замысла какого-либо проекта такие вещи делают. И применительно к НКО в каких-то случаях, наверное, можно какие-то элементы моделировать. То есть, мы берем замысел проекта, формируем определенную модель и, например, с помощью специального программного обеспечения мы можем смоделировать, как могут развиваться события в рамках проекта при определенных условиях, которые мы можем также задавать в модели. И мы вот на заседании, которое было посвящено моделированию, некоторые такие модели даже рассматривали, но, конечно, это вариант для НКО, пожалуй, редкий. Если у кого-то примеры сейчас будут, то будет классно, если вы поделитесь. И, наконец, третий вариант – это оценка замысла через реализацию пробного проекта, пилотного. То есть, мы берем замысел, реализуем его в небольших масштабах и смотрим, как оно работает, и после этого проводим оценку. Но эта оценка уже получается как? Мы не просто замысел оцениваем, который на бумаге идеи, а мы оцениваем, как этот замысел был реализован, насколько успешно все получилось. Это уже, может быть, эмпирическая оценка, полномасштабная, и выводы можно использовать для того, чтобы, например, говорить о широком использовании модели проекта, тиражировании проекта и так далее. Володя. Уважаемые коллеги, тут вопрос возникает. С вашей точки зрения, есть ли какие-то еще другие подходы к оценке именно замысла проекта? Встречались ли вы, может быть, с какими-то другими вариантами? Может быть, что-то слышали об этом? Я только могу, может быть, добавить что-то, если касается моделирования. То вот Алексей сказал, что он не встречался в практике с оценкой проектов примитивных МКО. У меня тоже такой же опыт, я не видел. Но единственное, что я могу сказать, что для оценки политик, мне кажется, часто используются такие модели при принятии каких-то решений на уровне страны или на уровне региона. И недавно был даже конкурс счетной палаты, где было несколько проектов по моделированию каких-то ситуаций, социально-экономических направлений, деятельностей и так далее. Вот это довольно широко принято. Да, Сергей, пожалуйста. Сергей, пожалуйста. Ну, я скорее хотел сказать, что такой частный случай экспертной оценки довольно часто в частных фондах, которые там созданы бизнесом. Я наблюдал, это когда фактически лицо, принимающее решение, принимает решение о финансировании. То есть, когда большой-большой начальник, который контролирует финансы, просто единолично решает, кого поддержать, кого нет. Иногда это довольно может быть обоснованно, когда это очень маленького масштаба проекта. Иногда это просто такая форма культуры принятия решений в бизнесе, когда человек считает, что он хорошо разбирается в вопросе и во всех вопросах, в которых работает. Но скорее в некоммерческом секторе я бы согласился, что это вот скорее описано трендом. Алексей. Хорошо. Если нет, то сфиксируем, что никто из нас не знает про другие подходы, или не видел и не представляет. Давайте зафиксируем это и двинемся дальше. Экспертная оценка, о чем мы хотели сегодня подробнее поговорить. И несколько слов об общеизвестных правилах проведения экспертной оценки. Значит, какие этапы при проведении экспертной оценки мы ставим задачу на проведение оценки. Любая оценка начинается с постановки задачи. В данном случае это вопрос, обращенный к экспертам. Подбор экспертов в зависимости от специфики задачи, конечно, с учетом ее. Потому что эксперты – это люди, знающие в определенной области, обладающие знаниями, опытом, экспертизой в определенной области. Дальше опрос экспертов проводится в какой-то форме. И мы знаем с вами, что есть разные варианты. Бывает, когда эксперты независимо выносят суждения друг от друга. Бывает, наоборот, когда специально организуется обсуждение, причем в несколько циклов. И эксперты приходят к какому-то мнению относительно предмета обсуждения. Обрабатываются результаты опроса экспертов. И результаты интерпретируются и выносятся суждения. Это основные этапы проведения экспертной оценки. И тоже еще два слова буквально. Также всем это, конечно, хорошо известно. Что очень важно правильно подобрать экспертов, чтобы можно было полагаться на их суждения. Очень важно корректно ставить задачу перед экспертами. И здесь ключевой момент в том, чтобы постановка задачи не выходила за сферу их компетенций. То есть, например, экспертов правильно спросить, сработает или не сработает такая идея. Но экспертов неправильно спросить, стоит ли этим людям дать денег, если речь идет об оценке замысла проекта. Ну и, наконец, важно, конечно, хорошо продумать и организовать процедуру сбора и обработки экспертных заключений. Это какие-то основные моменты, всем известные. И мы, собственно, на этом не думали останавливаться, а хотели перейти уже к каким-то более конкретным вопросам, которые интересуют участников сегодняшнего нашего заседания. И мне очень приятно сказать вам, что вообще-то это у нас не часто происходит. Но вот в этот раз у нас, во-первых, есть книжка на русском языке, которая называется «Оценка замысла проекта». И это первая хорошая новость. И справа ссылочка, если вы на нее кликните, вы скачаете эту книжку. А вторая хорошая новость заключается в том, что у нас сегодня на заседании присутствует Сергей Готин из Беларуси, один из авторов этой книжки. И мы, конечно, хотели воспользоваться его присутствием, может быть, ему задать пару вопросов. Но прежде чем к вопросам-то я перейду, я, Сергей, хотел показать, собственно, вот эту систему метрик, как вы их называете. Мы про метрики вообще отдельно говорили, это интересная тоже тема, что называть метриками, что называть параметрами и так далее, индикаторами. Но вот здесь метрики используется термин. Шесть метрик, как вы видите, коллеги предлагаются авторами этой книжки. И эти метрики относятся к оценке ситуации, к целям, к деятельности, к системе управления, к мониторингу оценки и к логике и методологии проекта в целом. И есть суммарная оценка максимальная и суммарная оценка минимальная. То есть в каких пределах вынесены были оценки экспертами. Сергей, вот, да, я еще забыл сказать, коллеги, что и Макон расшифровывается вот здесь. Видите, Innovation Management Consulting. Это консалтинговая группа. И теперь вот у меня вопрос к Сергею. Те, кому будет интересно, конечно, почитают книжку, и мы очень рекомендуем. На самом деле такая публикация-то редкая. И у меня к вам вопрос следующий. Вот первый вопрос. Есть ли опыт использования этой методологии? И что вы можете сказать о результатах ее использования? Насколько это работает хорошо? Какие есть отзывы? Может быть, ваш собственный опыт? И второй вопрос. У вас в подзаголовке мониторинг, ну это понятно, еще организационное развитие в подзаголовке этой книжки. Почему так получилось, что вот расширенный такой заголовок? Пожалуйста, Сергей. Спасибо, Алексей, за такое представление. Я, наверное, начну со второго вопроса. Он очень простой. Когда одна из целей, которую мы преследовали, когда разрабатывали это пособие, была в том, чтобы уйти от того, что по-английски называется «donor-driven». То есть перефокусировать людей, которые планируют проекты, оценивают замысел, пытаются получить финансирование, от работы на удовлетворение интереса донора. То есть показать людям, что на самом деле проект, мы делаем его прежде всего для себя, и те методы оценки, которые обычно используются, они, в общем, этот фокус часто упускают. И мы пытались создать такую систему, при которой оценщики и сама организация, которая оценивает свой проект, они как бы не упускали вот этот аспект интереса своей организации. То есть мы пытались подобрать такую систему, которая позволит, одновременно выбирая или оценивая, прогнозируя успех проекта, прогнозировать развитие организации, вернее, вклад этого проекта в организационное развитие. Ну, с мониторингом все понятно, просто любая параметаризация дает возможность во времени оценивать, поэтому здесь все ясно. Насчет опыта, ну, опыт был разный и интересный, наверное, по кейсам я не буду рассказывать. В основном это были программы небольшие, то есть программы малых грантов, которые финансировали отдельные организации, получающие большие проекты. Но у нас был также опыт консультирования крупных проектов международных в качестве такой второй шкалы, второй оценки. То есть как это работает? Ну, стандартная метода оценки, я думаю, что всем хорошо известен, когда там несколько параметров оценивается, выставляются баллы, и дальше на основе этих баллов выносится осуждение какое-то. И мы просто параллельно, дополнительно к оценке стандартной, даваемой донором, давали еще обратную связь по проектам, по вот этой вот методике. И менеджеры, и сами организации это очень ценили, потому что они говорят, ну, вот окей, мы получаем там 72 балла из 100 по заявке, да, и что мы с этим можем делать? И мы знаем, что sustainability набрало на 2 балла больше, а актуальность, relevance набрало там на 3 балла меньше, и с этим ничего невозможно сделать. Когда мы получаем развернутые шкалы вот в таком формате, мы понимаем, где у нас, как мы можем этот проект улучшить, мы понимаем, что с ним надо делать. Менеджер программы понимает, на что обратить внимание в мониторинге, а организация понимает, в какую сторону двигаться. И вот это такой, как бы, один из эффектов интереса. А второе, это довольно забавная ситуация. Однажды нас позвали поработать с портфелем проектов одной организации, достаточно известной в Беларуси. Занимались они проектами местного развития. Около 20 партнеров у них, несколько циклов проектных они поддерживали. Ну и говорят, что помогите нам понять вообще, почему мы уперлись купить, почему мы, как бы, не двигаемся дальше. Вот. И мы практически взяли все проекты за несколько лет и прогнали через, собственно, нашу методологию. Причем людей было много, и это была самооценка. То есть все организации сами оценивали себя, не эксперты, а просто вот они сели и, как бы, оценивали. И они были очень позитивно настроены. То есть, ну, это редкий был случай, когда почти везде были максимальные значения шкал. То есть они были не очень самопритичны, но в итоге, когда мы собрали все эти диаграммы, вот эти паутинки, которые на слайде и показали их на экране, оказалось, что по всему портфелю тенденция абсолютно совпадающая. То есть такая, как бы, визионерская логика организации, там, мы делаем классные вещи и абсолютно проваленные показатели по ресурсам и деятельности. То есть де-факто оказалось, что мы, как бы, в рамках портфеля мы мечтаем, мы пиаримся, мы декларируем лозунги, но при этом мы очень мало работаем с целевыми группами и действительно мало влияем на изменения. И это было так забавно, потому что они, слушайте, ну это неверная оценка. Я говорю, вы неправильно оценили. Я говорю, подождите, не мы оценивали, это вы сами оценивали себя. Ну да, но параметры неверные. Я говорю, хорошо, но какой из конкретных параметров неверный, какой вас конкретно не устраивает. Ну и так, как бы, дискутировали, дискутировали, сошлись на том, что надо на это обратить внимание. Но это был такой сигнал, что даже при очень предвзятой самооценке методология показывает вот эту вот зону, где есть проседание в организации, или, ну в данном случае, это была программа. И на что надо обратить внимание? В общем, мы считаем, что это одна из таких ценных функций этой методологии. Сергей, спасибо большое. Отдельное спасибо, конечно, за книжку и что она в открытом доступе находится. Я думаю, что те, кто интересуется темой, обязательно посмотрят. Мы еще пришлем всем презентацию, ссылочка у всех будет. Давайте двинемся дальше тогда. Леша, я просто хотел, прежде чем дальше, может, какие-то вопросы есть? Может быть, да. Да-да-да, конечно. Или какие-то комментарии, ну, какие-то вопросы, соображения, может быть. Хорошо. Давайте двинемся дальше. Мы хотели теперь обсудить следующий вопрос. Каковы преимущества ограничения экспертной оценки применительно к оценке замысла проекта? И тут мы призываем и ваш опыт. Вот, наверняка, среди вас есть те, кто был экспертом когда-либо, в каком-либо конкурсе грантовом, да. Ну, и, конечно, наверняка, свои собственные проекты вы, безусловно, оценивали, да, там, потому что, мне кажется, оценка замысла – это непременная часть проектирования. Проектирование вплетено в этот процесс. Вот. Мы предлагаем разделиться на малые группы. Нас, вообще-то, 17 человек, то есть, может быть, две группы сделаем, там, 8 и 7. И я хочу сказать, что у нас есть незримый такой человек, который поддерживает все заседания клуба, Павел Военский. Без него бы это ничего не случилось технически. И я вот сейчас попрошу его разделить. Давайте на две группы мы разделимся. Ну, там, получается... Продолжение следует... Продолжение следует... Микрофон. Микрофон. Прошу прощения. Все вернулись, да, по-моему? Хорошо, ну, давайте мы обменяемся. Мы договорились, что ведущие, да, у нас двое нас было ведущих. Алексей, может, ты начнешь? Хорошо, да. Я закончу. Здесь, коллеги, мы, я думаю, просто это вставим в презентацию, чтобы у всех тоже след остался от этого обсуждения. Преимущество и ограничение экспертной оценки применительно к оценке замыслопроекта. Значит, преимущество. Организационно несложно. Можно положиться, поскольку мнение профессиональных людей. Такие эксперты в принципе есть. То есть, знающие люди в принципе есть, и это преимущество. Полезна сторонняя точка зрения. Причем, даже если не совсем правильных экспертов, все равно сторонний взгляд может быть полезным. Дальше. Если эксперт уважаемый человек, имеет там медийный вес, авторитет, если все знают его, то ему поверят быстрее. И это добавляет очки проекту, и появляется, повышается возможность стартовать. Если эксперт взаимодействует с командой, то в этом есть потенциал развития для команды, и для людей, и профессионального роста. Значит, дальше такая оценка может помочь лучше понять, как дальше в проекте, например, выстроить систему мониторинга, или как оценить риски. То есть, польза уходит за рамки самой оценки потенциальной для проекта. В этой оценке есть потенциал для развития самого эксперта, и дальше эксперт может перейти в статус наставника проекта, ментора, и это тоже одно из преимуществ. Ограничение. Субъективность экспертов. По определению, эта оценка субъективная. Мнения экспертов могут расходиться, в том числе с мнением принимающих решения и мнением тех, кто проект делал, естественно. Организаторы могут не очень точно понимать замысел проекта. И тогда его трудно экспертам оценить. Ну, и эксперты тоже. Проблематична оценка инновационных проектов. Если что-то совершенно новое, и чего у экспертов в опыте нет, а они же всегда опираются на предыдущий опыт, здесь могут быть проблемы. Дальше, может быть, непросто набрать правильных экспертов. То есть, они могут быть заняты, непонятно, где их взять там. И могут быть, например, тематика вроде правильная, но не практика он и так далее. Трудность в формировании группы экспертов с учетом значимых параметров. Тут и два аспекта трудности. И параметры сформулировать не так просто. И найти, и организовать, и именно включить тех, кто нужен в то время, которое нужно. Ведь здесь время тоже важно. Если нет взаимодействия эксперта с командой, то нет потенциала для развития команды. А мы знаем с вами, что чаще, часто так бывает при оценке заявок. В силу того, что стараются все сделать для избежания возможного конфликта интересов у экспертов. Возможной профессиональной деформации эксперта. То есть, если, например, эксперт оценил 2000 заявок в фонд президентских грантов, то у него не только уникальная компетенция может развиться, но и профессиональная деформация по гипотезе участников нашей группы. Можно ошибиться насчет выбора экспертов. То есть, взять людей и ошибиться в том, что они имеют нужные компетенции. И важно потратить время и силы на выработку алгоритма работы эксперта, чтобы четко все по одному алгоритму работали. Презентацию включим. У меня не было записи. Я смотрю, я от руки записывал. Я все время забываю, что можно сделать запись на доске. Но, тем не менее, у меня впервые в работе малой группы есть ощущение, что вроде бы близко, но мы какие-то вещи разные сказали дополнительно. Я постараюсь сейчас быстро, кратко перечислить. Хотя там, конечно, пересечения есть, но какие-то нюансы формулировок у нас есть. Я, наверное, с ограничений начну сначала. Но вот один из недостатков – это такая непрозрачность и иногда отсутствие возможности давать обратную связь. То есть, когда проект оценивается, например, в грантовом конкурсе, то часто не объясняется, почему. Может быть, даже оценки неизвестны. И это очень сложная ситуация для людей, которые разрабатывают проект. Такое может быть. Подбор экспертов мы согласились тоже, что экспертный специалист в теме может быть. И неправильный подбор. И это критично. Но с другой стороны, вот субъективность эта, про которую говорил тоже и первая группа, она может приводить к тому, что будут отсекаться какие-то проекты, которые вот с этой субъективностью эксперты не совпадают. Это не значит, что они плохие. Но как бы это сильное мнение не позволяет рассматривать проекты, которые, может быть, состоятельные. И не только новые, но просто они другие. И не пересекаются с опытом эксперта. Конечно, очень тонкий момент, что вроде бы относительно часто используемая система и уже отработанная многими организациями. Но если вот один из компонентов, о котором Алексей говорил, признаки экспертной системы. Если хотя бы один из компонентов сделан как-то неправильно, некорректно, провален, то тогда рушится вся конструкция. Это как бы очень сильный недостаток такой. Хрупкость этой конструкции. Бальную систему неправильно сделали, систему записи мнений экспертов. И кого бы мы ни приглашали, все как бы оценки уже неадекватны. Поэтому все зависит от организаторов процесса. Еще вот один момент насчет опыта экспертов. Тоже мы такую вещь сказали. Зависимость от контекста. Опыт эксперта, он в определенном контексте реализован. Да, или его знания. Ну, например, вот крайний случай, это когда международного эксперта мы приглашаем, который за рубежом много проектов сделал в какой-то области. Его приглашают в страну, контекст который ему малоизвестен. И вот это очень важный момент. То есть совпадение не только опыта эксперта, но еще и контекста, в котором эти проекты будут реализовываться, ну, разрабатываются и будут реализовываться. А это может как бы эксперт сильный, но это вот слабым местом может быть. Вот. Дальше я позитивные вещи назову. Все-таки для людей-разработчиков проекта сторонний взгляд, такой непредвзятый, может быть, неожиданный. И даже из другого контекста он может быть полезен при всем при том. Это первое. Именно для изменений. Второе. Вот насчет бальной оценки. У нас тут такие споры возникли. С одной стороны, недостаток, что разницу в баллах небольшую, она как бы, ну, один балл разницы. Это означает ли, что один проект хуже другого? Формально – да. Ну, а в реальности-то как ухватить? Но было другое мнение. Насчет того, что иногда эксперт принимает интуитивное решение, и у него нет рационального объяснения, почему этот проект лучше или хуже. И в этом смысле интуитивное мнение ему стоит доверять. Это же опытный эксперт. И в этом смысле вот эта вот разница в баллах небольшая. Она показывает, что проекты вроде ничего, но все-таки я один ставлю как бы вот на другую полку. И это позитивная сторона в этом смысле. Еще экспертиза делается живыми людьми. Преимущество в том, что хороший эксперт может разбираться в хорошем проекте, но не очень хорошо написанном. Вот есть такая разница. Вот эксперты сказали, на что есть такая разница. И в этом смысле у него есть возможность все-таки заглянуть в этот проект глубже, чем те слова, которые не очень... И как-то поддержать это. У него есть на это право, и возможность есть такая. В этом смысле субъективизм, наоборот, может быть позитивен для дальнейшей судьбы проекта. Вообще возможность разговаривать. Вот этого не было в описании примеров, но возможность все-таки экспертам объяснять, например, при принятии решений свою точку зрения, возможность обсуждать и говорить, это тоже важный компонент экспертной оценки и позитивный. Ну, в конце концов, это лучшее из того, что придумано, в силу разных причин, включая экономические. Потому что моделирование – это дорогая вещь, может быть. Недоступное НКО. А поговорить с опытным человеком – ресурсов меньше на этом нужно. Еще очень важный момент доверия к людям, что экспертиза позволяет доверять. Если подобраны эксперты, которым доверяют, то это позитивно для дальнейшей судьбы. И, конечно, если мы говорим об экспертизе своего проекта, который мы разрабатываем, пригласили человека, посмотреть, его оценить, то в этом смысле легко корректировать замысел. Потому что это коррекция текста, это коррекция идеи, а не коррекция уже чего-то, что начало реализовываться и что развернуто, если мы говорим об оценке уже разворачиваемого проекта. В этом смысле тоже это как бы просто, достаточно просто улучшить проект, еще не начав его, и исправить какие-то, может быть, вещи, которые эксперт считает ошибкой. Все, спасибо. Ну вот, то, что у нас было, я включил, там повторы-то были, но остальное, да. Ну я сделаю. Да, да. Все, дальше движемся, Володя. Ну, у нас следующее обсуждение, мы хотим вот перейти от общих таких преимуществ и ограничений экспертной оценки, как бы поговорить о том, с какими трудностями сталкиваются сами эксперты, да, вот не вся система, да, и не весь этот подход, а на уровне действий, как бы отдельного эксперта. Конечно, обращаемся в первую очередь к тем, кто этим занимался, это делал, хотя, как я уже сказал, все, кто разрабатывал проект, тоже этим занимались. Но, тем не менее, одно дело разработка, другое дело оценка. Это как бы другая позиция. И вот вопрос такой, вы видите его на экране. Кто может поделиться? Может быть, у кого-то есть из своего опыта какая-то вещь, которая вот, ну, самой сложной является. Вот, и сколько бы вы не оценивали, да, всегда приходится преодолевать. Ну, честно говоря, я могу рассказать, ну, то, с чем я сталкивалась, что мне просто приходилось очень много времени тратить на прояснение замысла. Потому что люди пишут, ну, мы сделаем А и Б и получим С. Но из предоставленной информации, документов, это совершенно не вытекает. И, ну, с моей точки зрения. И довольно часто мне приходится обращаться, если это действительно конкурс, к представителям конкурса, каким образом можно либо навести еще какие-то, то есть запросить информацию, потому что, ну, часто даже неэтично выходить на эту организацию, да, но мне не хватает информации. Либо я трачу свое время на какие-то референсы, ну, у общих знакомых, назовем это так. Хорошо. Еще кто-то? Могу добавить, что когда оцениваешь проект, то предметная область может быть не совсем понятна с точки зрения, нужны ли, какие ресурсы необходимы. То есть то, что описывается в проекте, в его замысле, подкрепленном какими-то расчетами, насколько это необходимо и достаточно, что для этого процесса нужно для того, чтобы он состоялся позитивно и добился результатов. Вот эти, скажем так, вот это поле необходимости и достаточности, чтобы понять, бывает, что не хватает времени даже, чтобы, если не знаешь, поискать это, потому что вопрос очень объемный. Разобраться, да, понятно. Хорошо, еще. У меня по этому же поводу у нас с другой стороны проблема. У нас немножко с коллегами разный опыт. Международная организация, как правило, запрещает использовать другие источники данных, кроме тех, которые предоставлены в проектном пакете. То есть гуглить организацию, которая заявилась, конечно, иногда рука тянется в соседнее окошко там браузера, но это, в общем, не очень по правилам. И очень часто, ну, потому что исчерпывающими данными для оценки должен быть тот пакет документов, который был предоставлен. Понятно, что ты всегда можешь отдельную оговорку дать, если ты знаешь, что эта организация набрала у тебя в этих документах. Ну, в общем, обычно нельзя искать, а тем более связываться с организациями. И для меня это очень часто проблема, потому что после определенного там количества заявок ты очень хорошо знаешь ландшафт, и ты как бы понимаешь, что не дописали, или там заявка не стыкуется, но ты бьешь себя по рукам и говоришь, окей, нужно оценивать это исключительно по тем параметрам, которые тебе заданы. Меня это часто ограничивает. Кто-то еще, коллеги? Можно продолжить? Да, Вячес, пожалуйста. Я, Сергей, вот про международные проекты и не только про международные проекты. Я вот что хотел сказать. Как-то я разговаривал, мы оценивали не заявку, а большой проект оценивали международные. И мне, менеджер этого проекта, я его спросил, почему в этом проекте написано, что целью является практически спасение мира, хотя этого не может быть внутри одного проекта, слишком масштабная цель, какая-то глобальная, выходящая за любые разумные рамки. Он говорит, Алексей, если не написать, что спасешь мир, денег не дадут. Поэтому получается такая, в каких-то случаях, я не хочу обобщать, но в каких-то случаях получается такая игра. Те, кто пишут, говорят, что они спасут мир, а те, кто принимает решение о финансировании, делают вид, что они им поверят. И вот, когда я оказываюсь в положении, что мне нужно замысел такого проекта оценить, мне в этой игре неохота участвовать, потому что, когда я вижу цель, не соответствующую тому, что будет происходить в проекте, я понимаю, что она не может быть достигнута, мне как-то сложно становится. Похоже, вот эта дилемма, какая-то искусственность текста такого, иногда, которая просто определяется рамками конкурса, и вот то, что в нашей группе говорили, или там плохой текст, это, наверное, большая сложность. Есть ощущение, что проект живой и настоящий, но есть какие-то аспекты описания проекта или непонятные, или явно натянутые, по каким-либо причинам, это одна из трудностей. Хорошо, кто-то еще, коллеги, может быть? Я просто еще хотела сказать слово, то есть наоборот, в другую сторону, когда ты видишь, что нет, и это требует большого количества времени, потому что профессионалов написание заявок огромное, то есть это растет, и вот эти клишированные фразы, что именно это воздействие действительно спасет мир, как Леша сказал, ну, это сейчас в огромном количестве. Понятно. Ирина, пожалуйста, Ирина, я руку просто видел. Да, я бы сказала, что трудности, говорили мы в нашей малой группе, это контекст проекта, и особенно, когда, ну, например, эксперты, жители мегаполиса, заявки с какой-то малой территории, и у меня просто был недавно пример такой, мы рассматриваем пример заявки, не получивший финансирование, смотрим плюсы и минусы, там мероприятие, у него есть некий план, и вдруг одна женщина говорит, да, ребята, это не сработает, почему не сработает, ну, вроде все логично, она говорит, так потому что в это время коровы возвращаются с подбища, все же люди заняты, а нам вообще в голову это не пришло, потому что мы не в контексте. Да, понятно, понятно. Елена еще. Ага, я просто не весь ряд вижу. Журавлеву Елену, да. Да, Лен, пожалуйста. Ну, у меня вот не очень большой опыт вот эксперта в оценке заявок грантовых, но я столкнулась с тем, что вот сейчас я слушаю коллег и понимаю, что у меня в голове две разные истории. Одна история, когда эксперт нанят в рамках какого-то конкурса, да, и понятно, у него нет доступа к организации, он смотрит только пакет документов и должен сделать какой-то вывод. И тут у меня возникают вопросы, что с одной стороны надо оценивать вот эту саму заявку, но в голове ты все время хочешь или не хочешь, если ты оцениваешь там 10 заявок, то ты все равно их как-то сравниваешь, у тебя все равно они выстраиваются в какую-то там иерархию, ничего ты с этим сделать не можешь. И у тебя нет доступа к организации, ты ничего не можешь уточнить, надо опираться только на тот пакет документов. И здесь у меня была еще сложность с тем, что те параметры, которые заданы, правила игры, которые мне как эксперту заданы, и я в каких-то заявках, особенно если это были примеры маленьких организаций из отдаленных районов, которые не умеют писать заявки, то есть у них не набита рука или там они ни с кем не консультируются, как понимают, так и пишут, то иногда бывает, что ты понимаешь, какая, ну, профессионально, зная тему, понимаешь, насколько это ценно, важно, и что действительно у них это сработает, но ты ничего не можешь сделать, потому что заданные тебе рамки экспертизы, ну, ты действуешь из определенных правил и, ну, грубо говоря, за что-то не можешь поставить баллы, потому что это никак не учтено в правилах игры, и это такая вот, ну, для меня была сложность. И совсем другая история, когда вот мы сейчас в малой группе обсуждали, это если мы предполагаем, что организация на стадии замысла, ну, сама заказывает экспертизу, находит экспертов, сама организация хочет понять, насколько их проект, и это совсем другая история, да, и тогда возникает тема развития этой организации, о том, как она потом может результатами воспользоваться, вот, ну, мне кажется, важно вот еще это обозначить, что это, ну, две очень разные, разные истории, и там по-разному складываются взаимодействия с экспертом и разные трудности у экспертов. Спасибо. Я еще одно измерение добавлю, Володя, который пока не сказали, я хотел добавить эмоциональное измерение, я считаю, что, ну, эксперт должен рационально выносить суждение на основе знаний, опыта и так далее, но невозможно не реагировать эмоционально на заявку, на текст, или он тебе сразу понравился, очень тебе симпатично, или наоборот, что-то не понравилось, зацепило, и негативно, эмоция может повлиять. Как ни странно, вот я тоже хотел сказать, добавить, и это, конечно, связано с этой тематикой, но просто, наверное, мы давно уже работаем. Вот одна из трудностей, как бы, для меня, когда, ну, если случается такая ситуация, что не в качестве эксперта конкурса, а в качестве просто человека, которому, ну, просит посмотреть на замысел и так далее, вот для меня эмоционально очень сложно, когда я понимаю, что люди вложились и огромную работу сделали, да, а с моей точки зрения, этот проект, ну, там есть узкие места, когда их немного, это еще ничего, а когда тебе представляют, что весь замысел, ну, какой-то кривой, странный, да, и который, ну, явно, кажется, будет, ну, не приведет ни к чему, вот не будет совпадать с тем, с описанием, например, целей, которые там, и задач, которые в проекте есть, вот это, конечно, тяжелая вещь, потому что ты понимаешь, что там ты словом можешь прибить просто, а люди вложились в это, и они даже верят в это, это с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что вот эта вера людей в, ну, реализуемость своего проекта, основанная там на опыте, она ведь тоже может сработать, да, мы же все равно не знаем, как это в реальности будет происходить, и все равно остается ощущение, ну, контекста я не могу полностью понимать, в котором он будет реализовываться, это сложно достаточно, в общем, вот такая вот вещь, это к вопросу о помогании, да, людям, если эксперт там, ну, приглашен для того, чтобы помочь даже, и вот это вот очень эмоционально напряженная ситуация, очень как бы, ну, вот. Ну, ты знаешь, я тебя продолжу, на самом деле, эмоциональная чувствительность, она часть профессиональной чувствительности, и если, то есть факторов, которые могут, ну, играть в плюс, их довольно много, а дальше уже, опять же, насколько люди готовы, ну, к диалогу, то есть насколько люди готовы, то, что говорил Леша до этого, в рациональном ключе, то есть они понимают все про эмоции, но, грубо говоря, для них вера, она вторична по сравнению все-таки с факторным анализом. Ну, да, ну, разные ситуации, соглашусь тоже, да, Сергей, пожалуйста. Ну, раз уже, как это, про новые измерения, я бы еще одну вещь хотел, опять, из личного опыта, это такой, некоторая предвзятость по отношению к экспертам. Я сталкивался с этой ситуацией однажды, в таком серьезном очень формате, когда я оценивал проекты программы Европейского Союза, там анонимизированная оценка, но потом мне на конференции, так, по секрету, коллеги из его делегации рассказали, что у меня в паре со мной был эксперт из британский эксперт, который тоже оценивал те же заявки, и наши оценки были мало того, что различающиеся, они выходили за пределы, после которых менеджер обязан нанять третьего эксперта для переоценки всего портфеля, они немножко злились, потому что это дополнительная работа, затраты и так далее, ну и вдобавок к этому почти никто не верил, что оценки британского эксперта могут быть неверны, то есть риторика была такая, этот белорус что-то тут наоценивал, и нам из-за него придется, сейчас есть портфель перепрогонять еще раз, но когда оценил третий эксперт, оценки третьего эксперта практически все совпали своими, с моими, то есть... Он из какой страны был сегодня? Это было, по-моему, Нидерланды или Бельгия, вот что-то оттуда, ну то есть это старый свет европейский, и они тогда, ну окей, но все-таки это... Ну то есть они очень удивились, как бы неожиданно был результат, но я скорее этот пример хотел сказать, что нам, как бы из нашего региона, экспертам, особенно международных программах, приходится через эту стигму тоже очень часто продираться, это бывает довольно сложно, но когда ты через нее продираешься, это, в общем, очень такое удовлетворение, какое-то приносит. Меня, например, как эксперта, который с религиозным сектором работает иногда, я православный верующий, но меня католики часто приглашают для консультирования своих проектовых программ, опять же, по... Ну, после опыта работы, то есть они как бы более доверяют моим профессиональным навыкам, чем опасаются конфликта интересов, но это потребовало определенной работы с репутацией, как бы доказать это нужно было. Я думаю, что многие из нас сталкиваются, может, не в таком масштабе, как я сейчас описал, но вот этот вот элемент, как бы стигматизации определенного экспертного мнения в силу предвзятости отношения к самому эксперту, это тоже присутствует. Ну, вот Юля Богданова тоже про тему сказал, ну, как по позиции большого брата и разная другая конъюнктура, это часть жизни, ну, тут имеется в виду, что взаимоотношения между их экспертами это тоже непростая часть, да, при проведении экспертной оценки, взаимодействия, взаимоотношения и вот там, ну, как бы уровень авторитетности, стигматизации, тоже это такая большая сложность. Хорошо, уважаемые коллеги, если нет других комментариев, давайте двинемся дальше. Мне кажется, интересно получилось такое обсуждение. Можно я еще быстренько скажу? Да, да, пожалуйста. На самом деле, часто конфликт интересов еще бывает с заказчиками, да, потому что, ну, если вы живете в период, когда старая больная негритянка должна получить все гранты, и заказчик, в общем, на самом деле на это очень сильно настроен. Очень тяжело говорить, что, ну, вот не надо так делать. И вот то, что говорил, я, к сожалению, запомнила имя коллег как раз из Беларуси, оно тоже про туда. Потому что если мы сегодня поддерживаем вот этих, да, а вы нам говорите, что нет, с проектом что-то не так, но он же для этих. Ну, да, такая субъективность позиции людей, которые решение принимают. Ну, да, и контекст, часто контекст времени, ситуации, географии, не знаю, политической ситуации. Да, хорошо, спасибо. Это важный комментарий, что кроме экспертов, они же еще для кого-то работают. Да, там тоже есть, субъективность тоже присутствует. Отметим это как сложность для работы экспертов. А давайте двинемся дальше. У нас следующий вопрос. Ну, вот он вытекает, да, как бы еще одно обсуждение, я предлагаю, может ли случиться так, что эксперт отвергнет сильную заявку, либо одобрит слабую. И если может, то почему это может происходить? Мы немножко этого касались на предыдущих вещах. Здесь очень просто. А что мы считаем сильной заявкой и слабой? Ведь эта оценка тоже из какой-то позиции происходит. Ну, я бы предложил какую-то версию. Например, логика проекта плохо описана. Да, вот она непонятно, что из чего вытекает. Уже мы говорили про это. Здесь были такие мнения, что вот, ну, непонятно, вот как эти действия, почему они должны привести к этим целям. Я бы развить, например, тоже вот, я согласен, это первый момент, который можно отметить, что мы можем, сильные и слабые, это по-разному можно определить. Но вот, например, я постоянно после завершения очередного тура конкурса в фонде президентских грантов я вижу обсуждение в интернете и слышу там какие-то такие обсуждения о кухне, когда люди говорят, у нас сильная заявка, но ее не одобрили. А вот это вот слабое, а ее одобрили. Вот это тоже происходит и можно так трактовать отношениям тоже. Хотя, конечно, это субъективное мнение и понятное, но люди тоже основываются на каких-то аргументах, да, причем сравнивая две заявки, да, свою или честную. Или говорят, я пять раз подавал сильную заявку, ее ни разу не приняли, а слабые приняли. Коллеги, а мы здесь сейчас, мы имеем в виду заявку или проект? Потому что, ну вот, сильная или слабая заявка, это же можно смотреть, как она заполнена, да, и, ну, мне попадались заявки, которые сделаны, ну, практически виртуозно, ну, то есть, вот, идеально, как надо. Ну, есть же обозначено, какая должна быть заявка, вот она виртуозно сделана, а при этом, ну, я с некоторым, ну, да, с таким виртуозностью в кавычках, а при этом ты читаешь, разбираешься с документами, понимаешь, что, ну, как бы сути проекта там очень мало, но люди грамотно умеют писать заявки. Или мы сейчас хотим, нас интересует здесь, вот, в этой формулировке, мы все-таки имеем в виду проект, да, и может ли случиться так, что эксперт отвергнет сильную заявку в том плане, что это разумный, ценный проект, который мог бы быть реализован, и тогда, мне кажется, или, наоборот, одобрить то, что эксперт, ну, как бы счел за такой качественный проект, а он не состоится, не получится, да, и оказывается, что это можно было увидеть там на ранней стадии. Мне кажется, здесь могут быть, конечно, может, потому что, ну, все эксперты живые люди, и всякое может быть, и может сыграть эмоциональный фон, да, близость темы, эксперт может увидеть, это в каком-то смысле, ну, недостаточный, может быть, профессионализм эксперта, да, когда эмоции берут вверх, или когда что-то, что тебе очень нравится, и ты из этого выносишь суждение, ну, дорисовываешь, что ли, как все будет чудесно, и не можешь достаточно профессионально оценить эту заявку. Может быть такое, может быть, что эксперту не хватает каких-то знаний, ну, например, если какой-то сложный проект с точки зрения просчета экономических, там, возможностей ресурсов, вот как коллеги говорили, иногда трудно понять запрошенные ресурсы, насколько это адекватно, да, и тут эксперт может, ну, не разобраться с этим, и это, ну, как бы вот здесь вот грань, где, насколько эксперт, ну, не может быть стопроцентно компетентным, там, во всех направлениях, да, то есть может получиться так, что он с какой-то заявкой в этом плане, ну, ошибется, не до конца, может быть, разберется, или просто его компетенции недостаточно, чтобы, ну, это оценить на достаточном уровне, так мне кажется, что. Да, Сергей, пожалуйста. Я думаю, что может, я вот даже по своему опыту, по своей практике скажу, я не как эксперт, как участник, вот автор заявок, у нас одна заявка, вот, с минимальными изменениями, в одном конкурсе не проходила, набирала там, вот, очень мало, с минимальными изменениями, набирала там, с большим запасом в следующем конкурсе баллы, да, то есть, я оценивал по, ну, самооценку проводил, по, там, критериям, по всем, ну, я не мог понять, почему такой большой разрыв по баллам, да, вот, видно, вот, ну, я с Еленой, предыдущим выступающим соглашусь, да, от эксперта, вот, многое зависит, разбирается он в этой области, понимает, не понимает, или вот, как Юлия написала, Сергей, да, у нее может быть слепое пятно, то есть, он так знающий человек, но вот в какой-то конкретной сфере, вот, у него есть место, которое он не знает, да, и на это, если попала заявка, то, да, поэтому раньше же и подавали в президентский фонд одну и ту же заявку по нескольким категориям, и там тоже было разрыв в баллах, там, десятки, ну, у меня такое было, практика, да, то есть, 10 баллов, ну, это, на мой взгляд, большой такой разрыв, получается, как раз вот это слепое пятно, наверное, уязвимость самой экспертной оценки, да, это вообще, как бы, проверка, ну, системы, да, когда мы в два конкурса одной и той же организации, более-менее одинаковых, подаем одну и ту же заявку, и вдруг получается разрыв, такой, ну, большой, да, в оценках. Ну, и тут, конечно, инновационные заявки, вот, самое, мне кажется, сфера такая проблематичная, это когда люди предлагают что-то радикально новое, чего в существующем опыте, чему аналоги в существующем опыте найти трудно, и тогда, конечно, речь идет о экспериментальном проекте, и попробовать тут. Тут как раз, наверное, надо вернуться к тому, что Сергей сказал, единолично кто-то принимает решение, говорит, рискнем, давайте дадим, и посмотрим, что выгибаем. Ну, как способ преодоления этой трудности, ты имеешь в виду. Ну, у него тоже должны быть какое-то понимание, да, инновационности, на чем он должен основывать это решение эмоциональное, пусть эмоциональное, да. Ну, да. Да, такая тема, да, Елена, пожалуйста. Я бы еще вот добавила, что, может быть, что сильный проект не пройдет, а там, наоборот, слабый пройдет, ну, вот, почему сильный не пройдет, да, как-то это меня больше-больше волнует, жопа, хочется, чтобы все хорошее поддержало, имело поддержку. Если, опять же, если мы говорим про грантовую систему или систему конкурсов, да, то иногда бывает в самой организации сложно выбрать ту категорию, по которой идти, да, ну, куда заявиться, как, если есть нюансы, потому что не всегда проект, ну, как бы очень очевидно ложится, что там, вот мы точно в этой категории. И вот если возникают такие пограничные проекты, то просто ограничением является, тут это не, скорее, не к эксперту, не просчет эксперта, да, эксперт будет действовать, исходя из определенных рамок. Но проект может быть такой, что он не доберет каких-то баллов, просто потому что он по своей сути не попадает точно вот в заданную рамку. Вот есть такая проблема, на мой взгляд. И еще вот как бы я согласна, что инновационные проекты, они сложны тем, что как бы нет предыдущего опыта и можно не увидеть какую-то вот там искру. Но с другой стороны, часто в грантовых конкурсах такое педалирование инноваций, так нужно, чтобы все время было что-то фантастически новое, какое-то совершенно не такое, как было, что очень большая сложность у проектов, в которые невозможно бесконечно. У нас очень много сфер у НКО, таких сложных, где, ну, там не вопрос, нельзя все время придумывать какие-то инновации. Есть важные вещи, которые надо делать, которые нельзя изобретать все время или имитировать, что там какая-то сверхинновация присутствует. А это является ограничением для организации, на мой взгляд. То есть часто хорошие заявки не получают поддержку, потому что имитировать инновацию люди не хотят, а как бы конкурсная система предполагает, что должно быть что-то... Что это преимущество. Что это преимущество и что вот нужно обязательно что-то такое новое показать. Да, Ольга, пожалуйста, тоже рука вот. Да, приходится мне тоже сидеть в разных грантовых комитетах, и я видела такую дилемму. Мы финансируем заявку либо мы финансируем организацию. И часто сильные заявки не проходят потому, что такой разговор между экспертами и донорами происходит. Ну, сколько можно финансировать одну и ту же организацию? Вот у нас свежая... Нам нужна свежая кровь. Вот у нас есть менее опытная организация, у них похожая заявка. Давайте лучше мы дадим им рекомендации, как усилить эту заявку и профинансируем их, чем мы в очередной раз будем поддерживать одних и тех же. То есть вот такие аргументы тоже встречаются. Ну, да. Я почему-то не поднимается рука, у меня нет такой опции. Да, Юля, пожалуйста. На самом деле, это вот к тому же, что было раньше, потому что часто эксперты хотят, чтобы их приглашали дальше. То есть они как раз... Ну, это часть их экономического перформанса. И это понятно, потому что вообще история о том, что огромное количество социальных услуг, они ближе к защите свидетелей, в смысле, чем незаметнее они, тем качественнее работа. Ну, на наш рынок вообще не пришло. И, ну, вот то, что тоже говорил коллега из Беларуси, то, что условия конкурса ограничивают получение дополнительной информации, это классно, это развитые рынки. То есть это действительно должно быть так. Но у нас это не так. И поэтому, конечно, эксперт рискует, особенно если он знает вот эту логику проблемы. Сейчас, одну секунду, я вернусь, дверь открою. А тут тем временем Андрей Некрасов добавил, что суммы большие просят на инновационные проекты, и это может быть проблемой. Ну да, то есть это риск, самый инновационный проект риск, а денег просят много. Согласен. Да, Юля, пожалуйста. Нет, ну просто это же тоже, если вы видите, что люди вообще-то в предмете разбираются в проблемном поле, но плохо об этом пишут, доплевать, потому что, в общем, если эксперт нормальный, он вот этих мух от котлет отделяет вообще, честно говоря, за первые там несколько секунд. Другое дело, что опять же, ну мы понимаем, что есть вот эти верхние условия, что если, ну у меня было много таких заявок, когда, ну например, из трех точек идет контроль, да, а два про голубей говорят, да, отлично, голуби, это вообще наше все. Вот. И очень часто приходится либо подсвечивать, ну то, что вот это комфортно, не знаю, да, вы будете говорить про инновационность, если ее там вообще нет ни разу, но она там как-то в заявке фигурирует, и вы понимаете, что вот этот вес может поднять тотал. Уважаемые коллеги, нам надо завершать эту фазу, но я вот не могу тоже не откликнуться, еще я тоже хотел бы тоже завершить. Мне кажется, тут еще одна вещь есть к вопросу об организации работы с экспертами, причем это касается не только организации конкурсов, но и организации, ну например, просто экспертизы, когда тебя приглашают, оценить заявку, это не на уровне конкурса, а просто люди разрабатывают и приглашают или сами пытаются это сделать. Вот мне кажется, знаете, насколько я понимаю, тут я не такой эксперт, как многие из вас, во многих конкурсах не допускается взаимодействие между экспертами, но вообще-то подходы к проведению, к организации экспертной оценки есть такие способы, когда подразумевается, что эксперты должны между собой взаимодействовать, то есть оценив разные фазы, есть организован специальным образом обсуждение между экспертами, и если, например, оценки различаются, кардинально даже, получается большой риск, один слабый, считает другой сильный, мы принимаем точку зрения одного и идем дальше. Но вообще-то есть технологии проведения согласования оценок экспертов, несколько фаз обсуждения, это, конечно, усложняет оценку и она теряет преимущества свои, но мне кажется, это вот один из способов преодоления, почему и происходит это потому, что нет взаимодействия между экспертами, например, оценившими очень радикально по-разному один и тот же проект. Приглашение третьего может не сыграть в этой ситуации, есть риск большой, лучше бы они все троем бы взаимодействовали между собой и пришли к какому-то единому мнению, ну или было бы понятна причина, по которым они так радикально разошлись. Вот у меня такое соображение есть к вопросу об организации. У нас время убегает, Володя. И мы заканчиваем, мы вынуждены заканчивать, потому что мы хотели практически частью закончить нашу встречу. Вот на основании того всего, что мы обсуждали, да, у нас последний вопрос и мы предлагаем в такой режиме мозговой атаки поработать, мы запишем это и это потом будет возвращено вместе с презентацией финальной с добавками, которые мы уже сделали по ходу. Вот эти. И все-таки вот мы поговорили об экспертной оценке, о преимуществах, о недостатках, о сложностях там персональных, сложностях организации, но как все-таки сделать так, чтобы описание замысла проекта максимально было убедительным для экспертов, которые их будут оценивать. И возвращаясь к началу, да, мы говорим об оценке замысел, но вот какие рекомендации, какие советы вы можете дать себе, которые разрабатывают проекты, тем людям, которые разрабатывают на основании вот этого опыта именно экспертизы. Пожалуйста. Нет, но все-таки это проблемная логика и не надо под причиной следствия. Это как бы первые важнейшие вещи, которые очень сильно облегчают жизнь всех. Можно я, да? Да, конечно, Сергей. Есть же положение о конкурсе, да? Надо внимательно читать критерии и его исполнять. В фонде президентских грантов целый чек-лист есть, да? Просто после написания проскочить по нему, там он большой, там 80 вопросов, что ли. А вот я еще для себя, знаете, какой способ выбрал. я в дополнительных материалах пишу, описываю логическую рамку, как мы говорим, да, там, и плюс еще вот эта модель импакта, да, где там вот это тоже там семь уровней. То есть с разных моделей, ну, может быть, так не дойдет, может быть, так дойдет, ну, с такой точки зрения. Мы же не знаем, кто будет оценивать. То есть предлагаете дополнительное описание не только в рамках вот того, как это формата, как он предложен организаторами конкурса, но еще свои форматы добавляете, да? Я считаю, что без дополнительных материалов, а в тех объемах, которые там вот, ну, есть там по тысячу этих символов, ну, к примеру, да, ну, вот, я, например, не могу как бы разжевать свой проект, да, то есть искать пути все-таки дополнительного какого-то прояснения, объяснения спуска. да, кто-то еще? У меня прямо с языка сняли про конкурсную документацию. Да, Оль, пожалуйста. Мы тоже отсматриваем кучу своих заявок, и иногда бывает, что, ну, люди настолько хорошо прочитали конкурсную документацию, что они натягивают свой проект, который изначально вообще совсем про другое был, на положение о конкурсе, и это настолько хорошо видно и так сильно, ну, не знаю, принижает, что ли, оценку итоговую, что, ну, зачем так делать, зачем же столько работы делать лишнее для того, чтобы не получить того, что... Ну, то есть, все-таки внимательно читать положение о конкурсе, но при этом не притягивать искусственно какую-то идею, да, все-таки оставаться... Сохранять первоначальную идею проекта, может быть, она даже, ну, не совсем вписывается в положение о конкурсе, но она сама по себе намного лучше, чем вот эта попытка соответствовать. Ну, да, все-таки первичная эта идея, и первичный сам проект, да, сам замысел, а не какие-то условия. Тут у нас три руки, можно так впоследствии Елена, потом Ирина и Сергей. Ну, просто у меня вспыхнуло так на экране, поэтому по очереди, да, Елена, пожалуйста. После того, как описание замысла сделано, дать его прочитать до всяких экспертов, просто кому-то, кто не так погружен, не изнутри команды, да, чтобы, ну, хоть какой-то первичный взгляд, насколько ваше описание человеку со стороны понятно, потому что часто бывает, что то, что для внешнего человека и потом для эксперта не будет очевидным для людей, которые пишут заявку, у них-то в голове гораздо больше информации, они проскакивают какие-то очевидные вещи, не комментируют их. Можно это просто простой проверкой на здравый смысл, да? Ну, да, 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 Хорошо, Ирина, пожалуйста. Благодарю. Я бы также продолжила мысль Елены в том, что не надо забывать про доказательное проектирование. Если эксперт не совсем в теме, то, прочитав доказательности обоснования актуальности новизны или потребности в таком проекте, он принимает правильное решение, поэтому здесь больше шансов, что проект будет успешным, успешно оценен, если есть доказательная часть. Сергей, пожалуйста. Я два комментария дал. Первое, это вот тоже звучало в разных форматах, симуляционная оценка. То есть шкалы известны, параметры известны, дайте кому-то и попросите поставить баллы, а потом спросите узнать, спросите, почему такие баллы и попробуйте поправить описание так, чтобы эти баллы были более высокие. Ну, это как бы первый совет, а второй совет, я бы сказал так, не надо ставить цель убедить экспертов, но вот как бы будьте самими собой. То есть если вы уверены в том, что вы делаете, если вы понимаете, что и зачем вы делаете, и вам просто донор не дает этот конкретный донор денег, ну, идите ищите другого. Если не работает через проектное финансирование, ищите какие-то другие методы. То есть цель не в том, чтобы получить финансирование, цель не в том, чтобы пробить принятие нужного вам решения, цель в том, чтобы добиться тех целей, которые у вас есть. Если оказывается, что эксперты не такие, не готовы оценить вашу идею, но ищите другие методы добиться своих целей. Вот и все. Мне кажется, последний комментарий, как тост хорошо бы прошел. Ну, у нас мероприятие. Верьте в себя. Да, тут вот я читаю там комментарии Юлии Богдановой, что все-таки ну, такой самориан тоже поддерживает идею добавки какой-то относительно описания воздействия. И Андрей Некрасов вот насчет дополнительных материалов тоже поддерживает. вот идею Ирины по поводу доказательных вещей, то есть если есть ссылки на какие-то научные работы, да, там уже как бы опыт в этой сфере, то это тоже неплохо добавлять. Я, если можно, еще одну вещь добавлю, что помимо смысла проекта, ну, для того, чтобы получить на него финансирование, неплохо бы договориться, да, с людьми, которые будут с тобой этот проект осуществлять, там, если это организации, которые с вами сотрудничают, то у нас просто был опыт поддержки проекта, который был очень высоко оценен, а в итоге оказалось, что они не нашли людей, не договорились с организациями, и весь проект был нарушен, вся его логика, и это было так печально, что такого не происходило в итоге, и эксперты могли оценить полноту вот этого партнерства. Ну, да, замысел-замысел, но если он подразумевает наличие каких-то партнеров, то договоренности с ними должны быть реальными, да, а не на уровне замысла, вот я бы так перефразировал, Ольга, ну, то есть есть вещи, которые уже надо выполнить, предоставляя замысел, и иметь гарантии уже того, что это будет. Иначе возникают дополнительные риски, которые даже при оценке проекта будут давать минусы ему. Ну, да, да. Ну, что, коллеги, мы можем какую-то черту, у нас еще сообщение, сейчас я посмотрю, это Сергей Готин, ну, да, вот баланс, как раз вот Сергей, наверное, среагировал на Ольгина слова, да, что в нашем пособии как раз вот баланс между идеей проекта и потенциалом организации, да, то есть мы эту тему вообще не обсуждали, да, мы говорили хороший, слабый, сильный проект, а еще как бы соответствие самой организации своему замыслу или соответствие замысла потенциалу там и возможностям организации, вот, и вот это тоже интересная идея насчет, ну, то есть если говорить о рекомендации, как сделать максимально, все-таки нужно еще и про организацию убедительно написать, да, про ее возможности, есть ли такая возможность заявки, насколько я знаю, во многих это предусмотрено, да, там описание, то есть убеждение не только самим замыслом, но и возможностями организации замысел реализовать, тоже можно добавить, да, хорошо, хорошо, уважаемые коллеги, вроде у нас время подходит к концу, мы выполним все свои обязательства по поводу тех добавок, которые сделаны, и презентация чуть-чуть позже уйдет, чем обычно, мы обычно сразу пытаемся выслать, чуть-чуть позже, запись семинара тоже уйдет, уже все готово, она сразу уйдет, запись семинара тоже выложена, я напоминаю насчет того, что может быть, ну, судя по всему, вы все знаете, что мы сейчас как бы основную информацию через телеграмм осуществляем, у нас есть группа проектирования оценки, она продолжается такая же, как была на фейсбуке, а вот насчет проекта пятый элемент, да, есть отдельные группы в телеграмме проект пятый элемент, где информация подробнее об этом проекте, потому что проект не заключается только в проведении вот этого клуба наших заседаний, просто в этом проекте заседания клуба были поддержаны, и мы сейчас как бы поэтому говорим, что это в рамках проекта, поэтому ориентируйтесь на это, на телеграм-каналы, не знаю, что добавить, может быть, кто-то из вас скажет в заключении что-то. Ну что, ну, мы со своей стороны хотим сказать, что мы будем продолжать, у нас остается каждый второй четверг, да, я все время забываю, второй четверг, каждого месяца в одиннадцать часов будет очередное заседание клуба, о теме мы, как всегда, сообщаем немножко ближе к заседанию клуба, надеемся вас всех увидеть в следующий раз, и надеемся, что вам будет по-прежнему интересно. Мне кажется, сегодня был интересный заход такой, ну, необычный с точки зрения, вот, оценка конкурса, мы больше говорили не только про оценку конкурса, захватили разработку проекта, надеюсь, разговор был полезным и интересным для вас. Читайте книгу Сергея Готина, ссылка будет в презентации, она есть, да, да, ссылка есть в презентации, и ее можно будет скачать. И пишите Сергею Готину вопросы, если вы хотите. потому что это, вот, какой-то другой взгляд. Вот, а всем удачи, здоровья. Спасибо, спасибо большое. До свидания всем. До свидания. Да, спасибо, пока.